День воскресный, день чудесный, а я спешу к вам с новым выпуском о недвижимости. Друзья, все те, кто подписан на канал, знают, что я регулярно снимаю аналитические выпуски о ситуации на рынке по продаже новых автомобилей. И 8 марта этого года мы снимали подобный сюжет, но о рынке недвижимости, что на нем происходит. И тогда агенты по недвижимости, риэлторы рассказывали о том, как все шикарно. Народ вкладывает деньги, очереди, телефон разрывается от звонков, скупают все, что видят. Прошло с того момента практически два с половиной месяца. Я подумал, а почему бы нам не снять актуальный сюжет на конец мая 2022 года, где сегодня человек из сферы недвижимости нам детально расскажет, а сегодня-то как, есть ли спрос, что покупают или же все вы сейчас узнаете по порядку. Но прежде чем мы начнем, я вам хочу показать шикарный московский дворик. В самом центре Москвы. Прямо сейчас мы находимся на Причистенке 32. Место это называется самый московский дворик. Ребята, кратенько вам экскурсию проведу, а вы напишите в комментарии, ведь дядя Дима мог бы для вас записать отдельный сюжет с экскурсией по интересным улочкам Москвы. Значит, раньше здесь была гимназия. И в этой гимназии училась золотая молодежь тех времен. Пару фамилий. Дети Достоевского. В эту гимназию любил приходить Лев Толстой для того, чтобы подискутировать с учителями на тему русского языка. Это интересно. Неподалеку здесь его усадьба. Одна из, где он долгое время прожил. Но фишка заключается в том, что вот этот дворик подвергался когда-то реновации, но при этом оставили примерно в таком же стиле, как это было сделано раньше. Но он немножко переделан. Вот объясню. Двухэтажное здание. А знаете, как оно называется? Флигель. Я неоднократно говорил всем тем, кто подписан на мои социальные сети, что люблю погурять по исторической части Москвы. И вот в этих местах зачастую снимают какие-то подсъемы для документальных фильмов, для художественных фильмов. Ну вот здесь, например, можно шикарно снять зарисовочку для какого-то сюжета. Ну вы посмотрите, вот это обилие различных атрибутов передает прям душу этого здания. Прийти сюда с книжечкой, почитать, посмотреть. Ты получишь колоссальное удовольствие. Опять же, если ты любишь историю, иди, пожалуйста, за мной. Старый почтовый ящик. Как сделано? Дверь. Ну дверь уже более современная стоит. Подъезд номер 6. Если мы пойдем с вами по кругу, двор такой закрытый. Сейчас на улице мы приехали. Ветрище. Сильнейший стоит. Но здесь, в принципе, нормально. Вы сами видите, волосы даже не летают. Конюшни. Раньше-то время какое было не так, как сегодня, да? Ты приехал, машину запарковал. Пришел, поставил, коня стоило. Все, пошел домой. У этого выпуска в описании есть тайм-коды. Поэтому, кому интересна тема только ситуации на рынке недвижимости, пожалуйста, открывайте и смотрите интересующие вас эпизоды. Но в процессе съемки мы познакомились с одним очень интересным человеком, который пустил нас в гости и показал, что происходит внутри вот этих помещений. Также случайным образом удалось попасть в подъезд одной из жилых пристроек и показать, что происходит внутри там. Короче, этот сюжет будет насыщен и по информации, и по атмосфере. Потому что будет некий микс с зарисовками. Сходу ставьте лайк, ведь ролик получился просто шикарным. Знакомьтесь, друзья, или вспоминайте Дамир. Тот самый человек, который занимается недвижимостью, мне помогал покупать квартиру, давно работает по Москве и Московской области. На основании чего он нам сегодня расскажет, что же у них происходит. Расскажи кратенько, но по существу, март, апрель, май, вот уже конец мая, что происходит на рынке недвижимости Москвы, Московской области. Ну и на основании этого мы уже предположим, что и по России то же самое. Ну, собственно говоря, что происходит. На данный момент можно сделать следующий вывод. Когда вся эта история началась, очень резко возрос спрос на ликвидные объекты в виде однушек и студий. И покупали все за наличку. То есть к тому моменту уже рынок ипотеки был в полумертвом состоянии. На состоянии апрель рынок был в состоянии таком, что те люди, которые что-то хотели купить или продать, они, так скажем, ну это отложенный спрос. То есть люди уже были направлены, нацелены на то, чтобы изменить свои жилищные условия. И альтернативные сделки проводились. Причем довольно-таки в больших масштабах. На состоянии мая ипотечный рынок, в принципе, на вторичке мертв. Это можно, я думаю, легко очень констатировать. И в подтверждении моим слов будет отделение любого большого банка, даже зеленого банка, где центр ипотечного кредитования, вы можете зайти в любое отделение, на этаж, который посвящен ипотечному кредитованию, увидеть, что там сидят один, два, три сотрудника. А людей нет вообще. То бишь картина получается такая, что в силу возросших ставок, в первую очередь, спрос на ипотеку мизер. Сал отсутствовать, я бы даже сказал. Он не то, что прям понизился до каких-то низких значений. Вот за последние три месяца у меня была только одна заявка на получение ипотеки. Одна. Когда в среднем это две-три в неделю. Дамир, вот людям внеси ясность. Существует программа «Молодая семья». Сегодня нам рассказывают о том, что для айтишников Сбир признали айти-компанию. Соответственно, сотрудники потенциально работают как айтишники. Может быть, я ошибаюсь, но так, по крайней мере, пишут в новостях. Для них должна появиться льготная ставка. Льготная ставка должна появиться на вторичное жилье, на новостройке она была. Какие в реале ставки можешь сориентировать? Давайте по поводу льготных. Какие вообще ставки стоит рассмотреть, какие программы есть? Нужно понимать, что все льготные программы рассчитаны на первичный рынок, не на вторичку. Это первое. Ставка там какая? Зависит от застройщика. Там нельзя так сказать, что ставка вот такая определенная. Нельзя сказать, потому что все застройщики, у них есть какие-то банки-партнеры, которые какие-то партнерские отношения, и застройщик может субсидировать ипотеку. То есть в минус себе, как бы продавая, помогать людям ипотеку выплачивать. Поэтому сказать точно, какая ставка, все зависит от ЖК конкретно. От 8 до 14. В среднем. В среднем, да. Значит, это на первичный рынок. На вторичный рынок это не распространяется. Кроме того, те льготные ипотеки, которые сейчас есть, они не подлежат дальнейшему рефинансированию. То есть условно, если вы сегодня взяли за 14%, потом ключевая ставка упала куда-нибудь в пол, и у нас как в былые времена ставка станет условно говоря 70% в среднем по рынку, вы не сможете ее рефинансировать. Вот, это следующий момент. И еще один момент по поводу айтишных ипотек. Ну, вот это одна заявка, которая была, там был айтишник. И, собственно говоря, из-за того, что не было надобности узнавать эту историю, что с ипотекой для айтишников, я до этого не знал и обратился к своему ипотечному брокеру, постоянному партнеру с кем взаимодействуем. Собственно говоря, ситуация для айтишников следующая. На данный момент нет никакого постановления. То есть, по сути, айтишная ипотека сейчас отсутствует такое понятие. Когда оно будет, неизвестно. Практически все банки не знают сроков, когда это постановление будет подписано. Три банка крупных ссылаются на одну и ту же дату, конец июня. Вот, тогда, наверное, будет. Сейчас постановления такого нет. Ну, вот здесь я немножко поправлю, потому что я делал публикацию в наш телеграм-канал, что мы будем снимать. Один человек мне написал, что вот тут он не согласен в силу того, что он сам айтишник, он поддался, ему одобрили. Я выведу на экран эту переписку, но это исключительно для того, что, ребята, когда появляется что-то новое, оно меняется, кому-то повезло далее. Это то же самое, как было с кредитованием для ипшников. Всем рассказывают, идите, берите кредиты. Приходишь, 5% из 100 дают, 95 говорят, да, это вообще нереально, ничего выгодного там нет. Слушай, всем всегда интересно, что же тогда будет и происходит сейчас с ценами. Доллар падает, ключевая ставка, ну, понятное дело, постепенно, но снижается, спроса, как ты рассказываешь, нету. Но при этом, если хочется продать, то выход один, снижаться в цене. До самого того момента, когда начнутся звонки, стандартная история. Что в реале происходит с ценами на вторичку? Падают. Ну, сильно падают? Какие там отклонения? Смотри, по поводу сильно ли падает, давай возьмем условные цифры. 10 миллионов стоит квартира, например, на вторичке. Но рынок падает примерно со скоростью 100-200 тысяч в неделю. Это очень высокая скорость. Ты правильно говоришь, что понижаться нужно до того момента, пока не будет хотя бы первый звонок. И здесь я не открою ни для кого какую-то тайну кромешную. Скажу, что на падающем рынке, я сейчас рынок сильно падающий, единственный способ продать, кроме того, что мы говорим про хорошие фотографии, описание, выработка стратегии по рекламе и так далее, поиск на целевой аудитории, самым важным является цена, как принято. И если бы рынок падает на 100-200 тысяч рублей в неделю, следовательно, корректировка цены еженедельная должна быть больше, чем на 200 тысяч. Потому что если падать параллельно рынку, как это обычно бывает, падающий рынок у нас уже не впервые. Даже в истории моей карьеры, когда я только начинал работать, рынок был падающий. Поэтому я знаю, как работаю с падающим рынком. И, собственно говоря, главная проблема и главная ошибка собственников, которые продают свою квартиру или другой объект недвижимости на падающем рынке, это падать в цене параллельно скорости падения рынка. Это, получается, такие две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. Для того, чтобы они пересеклись, надо упасть быстрее, чем рынок падает. Вопрос отсюда вытекающий. Люди, которые продают свои квартиры, снижаются в цене. Цель какая? Продать свою, купить, расшириться, уехать за границу. Что вообще хоть говорят-то? Очень много, как ни странно, стало людей, которые первоначально родились в Москве и которые сейчас сменяют дислокацию. Уезжают? Да, в сторону юга. То есть они переезжают не за границу, а на юг? Да, да. У меня за последние полгода очень много клиентов таких стало. Больше половины. Я очень удивлен. Именно на продажу. Что касается альтернативных сделок, то есть если ты говоришь, в Москве мы продаем и в Москве мы покупаем, то для них, как всегда, рынок, неважно в каком состоянии находится. Так же, как и при поднимающемся рынке, так же, как и при опускающемся рынке. Альтернатива есть альтернатива. То, что они будут падать в цене по своей квартире, это означает, что они будут потом понижать то, что они хотят купить. Поэтому на альтернативе это никак не сказывается. Если действительно люди знают, куда они хотят внести деньги, сменить регион, не знаю, в активы какие-то внести или еще что-то как-то распределить, что-то купить и так далее, тогда да, имеет смысл сейчас продавать. Именно потому, что та цена, которая вот сегодня, она будет много больше, чем которая она будет завтра и послезавтра тем более. Потому что рынок падающий. По моим последним роликам о недвижимости вы уже поняли, что здесь происходит полная жесть. Так еще, ставка по ипотеке выросла, спрос на недвижимость упал, но при этом цены, которые должны с одной стороны падать, все так же держатся где-то в космосе. А денежки, денежки нужны всем. И одна из востребованных сейчас профессий на рынке, это аналитик данных. Человек, который работает с большими массивами данных, он их обрабатывает и на основании этого делает выводы. На основании которых помогает принимать взвешенные решения и главное, продолжает увеличивать денежный доход в бизнесе. Аналитические навыки стали резко востребованы в абсолютно разных сферах. Недвижимость, автозапчасти, компьютеры. В общем, ребята, чего ни коснись, везде они нужны. И на основании этого стал резкий дефицит с кадрами. А на секундочку, на секундочку, зарплата мидл-специалиста в России сегодня колеблется в отметке 130-150 тысяч рублей. И вот пока я вышел на улицу для того, чтобы подснять для вас актуальный полезный сюжет, вам же я предлагаю войти в IT. Специальность аналитика данных. И сделать это лучше всего с ребятами из онлайн-школы Skill Factory. Обучение основано на практике. Рядом с вами всегда будет профессиональный ментор, который ответит на любой ваш вопрос в процессе обучения от и до. А карьерный центр подготовит вас к последующему трудоустройству. У школы Skill Factory хорошие отзывы. Вы можете зайти сами на независимые площадки, почитать, что пишут студенты. Из 5 баллов оценка 4,7. Это очень высокие показатели. Я считаю, что Skill Factory дает мотивацию для получения новой профессии. Это очень важно. Даже несмотря на то, что вы сейчас занимаетесь чем-то абсолютно другим. Перестроиться вы сможете. Самое главное, чтобы у вас было желание получать новые знания. А не говорить о том, что кто-то там виноват. Ребята, еще раз, если вы хотите получить новую профессию аналитик данных, Skill Factory даст вам все возможное для этого. В настоящее время, думаю, никто не будет спорить, что еще есть смысл заботиться о своем дальнейшем будущем и вкладываться в свою карьеру. Особенно, если вы ее хотите сменить. Или же вы работаете в этом направлении. Вы хотите прокачаться для того, чтобы вырасти по карьерной лестнице. У вас сейчас есть шикарная возможность. А еще, онлайн-школа Skill Factory дает вам скидочку. Минус 45% по промокоду МАШКОВ. И все подробности уже ждут вас по ссылочке в описании. Записывайтесь, обучайтесь, получайте новые знания и дорогу в новую жизнь. Приятного обучения. Ну чем не красота? Конечно, не тот двор, который можно сегодня встретить внутри многоэтажек, чтобы детская площадка. Но рядом здесь все действительно есть. Друзья, у нас есть просто шикарная возможность пообщаться с человеком. Зовут его Алексей. Алексей выходил из мастерской. Я подошел, говорю, Алексей, ну будьте добры, расскажите ребятам. Представим, что мы у вас впервые во дворе. Что здесь происходит, что мы видим, чем вы здесь занимаетесь. Будет интересно послушать. Это уникальное арт-пространство, которое с начала века существует. Здесь Поливановская гимназия, в которой училась вся элита Серебряного века. Художник Головин, поэты Серебряного века, дети Льва Толстого. Достоевского, дети. Да, все были здесь, прошли через этот дворик, через эту гимназию. И Булгаков говорил, что это последний оплот интеллигенции московской. Именно в этом дворике. А правильно я понимаю, что на сегодняшний день архитектура, вся эта атмосфера, брусчатка, которая выложена, она соответствует тому времени? Что, грубо говоря, мы заходим сюда и словно перемещаемся во времени лет сто назад? Ну, не совсем стопроцентная аутентификация. Потому что здесь все-таки были конюшни когда-то. Каретный двор назывался. Усадьба. Он сохранился в нетронном виде. Потом были здесь коммунальные квартиры, которые расстелил Московский союз художников 50 лет назад. И здесь работали очень многие известные художники. Здесь Андрей Тарковский приходил к Савве Ямчакову вот в этом флигеле. Здесь Филаточев, академик, который повлиял сильно на искусство 70-х, 80-х годов. И вот такая целая плеяда здесь. Здесь все тусили. То есть там и была Ахмадулина, и Высоцкий приезжал сюда. Ну, двор такой, он кипел жизнью. Слушайте, здорово. Вот это вот, знаете, слово тусили про то время. Ну, так интересно, конечно. Ну, со временным сленгом вечным. А можете подсказать, смотрите, на сегодняшний день вместо конюшен на первом этаже, вместо кареты, правильно, заходите? И кареты, и лошади. Да, каретный, да, двор. А сейчас здесь идут? Сейчас мастерские. Вот мы, союз художник, расселил, и уже 50 лет мы здесь существуем. Но вот некоторым чиновникам сейчас пришла мысль, что надо сдать это под офисы. Вот вдумайтесь, ребята, вы просто вдумайтесь. 50 лет вы здесь сидите на безвозмездной основе, занимаетесь творчеством. И сейчас кому-то пришло в голову, что здесь неплохо сделать офис какого-нибудь коммерческого организации. Ну да, чуть-чуть заработать деньжат, хотя мы делаем очень большое значимое дело. Я вот буквально к 9 мая сейчас открыл именно здесь написанные картины, посвященные Великой Отечественной войне в МИДе. И была сейчас у меня в Артеке, мы поставили абюсты, али герой в Артековцев. То есть мы здесь творим действительно важные вещи для страны. Создаются скульптуры, живописи. Ну вот я надеюсь, что нас все-таки не выгонят здесь. Забегая наперед, мы на вас оставим контакты. Мало ли кто-то заинтересуется. Так еще, вы нас сейчас пусть покажете эти картины, как она выглядит внутри. Здесь остались жильцы именно, которые вот с советского времени, может быть дошли до революционного времени, передаются по наследству. Есть несколько квартир, которые в собственности, да, у людей. То есть получается здесь есть газ, канализация, все есть, водоснабжение, полноценное жилье. Часто сюда туристы приходят? Здесь постоянно ходят экскурсии, прям вот толпами. Каждый день по несколько экскурсий, поэтому что-то двор уникальный. И он сохранился именно благодаря художникам здесь. Потому что хотели здесь сносить это в 90-е годы, строить рестораны здесь, еще что-то. Но вот художники, постоянная борьба за эти мастерские. И вот отстояли вот эту уникальность двора. Слушайте, я думаю от лица всего канала с огромным уважением от ребят. Пожму вам руку за то, что вы в продолжении художников тоже отстаиваете двор. Это шикарно, друзья. По Москве, давайте, да, объективно полно различных новостроек, куда можно все эти офисы разместить. В том числе и здесь поблизости найдутся. Но вот этот двор, друзья, кто не был, просто пройдитесь, прогуляйте. Здесь просто шикарная атмосфера. Ну что, пойдемте посмотрим. Блин, наши руки чешутся, интересно прям посмотреть, как это все выглядит. А можете подсказать с точки зрения вот реставрации, что здесь бесконечно проходили. Что здесь новое, а что осталось изначально с момента постройки? Ну, вот эта надстройка, которая вверху, это настроенная уже в начале 20 века над каретным двором, надстройка. А так все остальное осталось, как было, то есть ничего не поменялось. И всю реставрацию мы ведем тоже. Слушайте, ну классно. Это получается у нас помещение, мы заходим. Заходи так. Раз. Да, это вот здесь были художники, которые вот эти лестницы винтовые еще с советских времен, когда не было в Советском Союзе, ничего подобного. Они выклеивали его с картона и потом сделали вот такую лестницу. Офигеть. И то есть сюда вы приходите, это у вас здесь как рабочее место, правильно? Рабочее место, да. И вот пишу картины здесь, рядом делаем скульптуры. И вот практически сейчас все картины такие значимые находятся на выставке в Министерстве иностранных дел. Я видел, как вы несли, как раз я понял сразу, что вы художник. Слушайте, ну здесь шикарно, ничего себе, здесь прямо здорово. Здесь хочется творить. Музей самый натуральный. И самое уникальное, что здесь сохранились мастерские, вот следующая мастерская, я вас, может, в следующий раз приглашу снять, Филаточева. Там уникальные картины, действительно, уровни Третьяковской галереи, Русского музея, и я вот вас приглашаю. Здесь прямо пахнет историей. А это все мои картины здесь, которые находятся, это все мои картины. Все, что мы видим, это все вы написали. Да, да, ну вот я говорю, у меня сейчас большая выставка, более 100 картин в Министерстве иностранных дел висит. Слушайте, ну здорово, очень интересно. Я готов. Кто-то исполняет на пианино или фортепиано историческая часть города. Дамир, слушай, вот допустим, вторичка, да, особенно вот старенькие домики, там частник, это всегда отдельная история при продаже. У человека могут быть свои видения по рынку. Новостройки, особенно этап котлована и серии, что мы уже скоро объект сдадим или он уже сдан. Вот от них, ребята, раз в неделю лично мне поступает запрос, здрасте, хотим на рекламку зайти, прорекламируйте наш ЖК, в 2024 году мы сдадим. Я говорю, ребят, ну нафиг вас, стройки рекламируют не собирайся. И даже все то, что завтра уже будет сдано, как показывает практика, чур-чур-чур. Расскажи, что происходит у них, потому что я знаю, что в истории твоей лично практики они там впервые начали скидки прям реально какие-то делать или как? Это мы про ПИК, если говорим. ПИК действительно никогда скидки не делал. По крайней мере, я не сталкивался никогда, чтобы ПИК делал какие-то скидки. Реальные скидки, не вот эти фиктивные все. Да, реальные скидки. Не могу сказать, что один из случаев, который произошел не так давно, является прям такой реальной скидкой, но все же каким-то изменением в политике это можно зафиксировать. Значит, у них планировались плановые скидки через две недели. Значит, они нам согласовали на две недели раньше. Даже такого раньше не было. Сейчас есть. Это, ну, такой просто значок, такой красный флажочек, что что-то с рынком происходит. По поводу других застройщиков делают скидки. Прям реальные вплоть до 5-7%. Но это как происходит? Это больше происходит при живом общении. Просто сегодня ты видишь, как люди уже все погрязли в интернете, и они хотят видеть все это вот на каком-нибудь там сайте а-ля Циан тот же самый, там Авито, фигито. Ты заходишь, чтобы хотелось бы видеть, что тебе сегодня реально минус 700. Не пишут. Но в общении? Да. Но это как, знаешь, в автомобильном бизнесе, когда на сайте вроде бы производителя одна цена, но в салон приходишь и начинаешь торговываться, как когда-то было, и тебе начинают делать скидки. Здесь то же самое. На застройщике, даже на сайте официального застройщика может быть одна цена. В итоге вы договариваетесь о более привлекательных ценах. Слушай, а есть вообще сегодня люди, которые, так сказать, с флагом идут вкладываться в новострой на этапе котлована, инвестиция вложить? Ну, такие люди были в марте. Может быть, еще кто-то оставался в начале апреля. На данный момент застройщики все очень сильно воют. Именно поэтому скидки, собственно говоря, происходят. И я в том еще ролике у тебя говорил, и сейчас подтвержу свои слова, что если собираетесь все-таки рискнуть и купить объект не готовый, пожалуйста, не покупайте объект, который больше, чем на полгода будет еще строиться. То есть, условно, если сейчас май, то если объект вводится в эксплуатацию позже, чем 1 октября, например, я очень сильно не советую. Это огромный риск, который вообще не оправдан, учитывая, как рынок сейчас падает. Друзья, это очень полезная информация. И еще раз это слушайте, особенно в сети, у кого глаза горят, кто видит красивые рендеры, и что им обещают. Вот-вот, вот-вот, ЖК сдастся, мы ездим, их снимаем. Везде одна и та же история. Вот на днях людям обещали, что скоро паркинг будет готов. 96% там кто-то рисовал готовность паркинга. По факту ничего нету, и жизнь превратилась из рая в ад. Ну, в кавычках, понятное дело, или даже не в кавычках. Поэтому подумайте сто раз. Ну и что на основании этого? Вот застройщики говорят, нет никакой информации. Вот все кричали, что сейчас будет дефицит со строительными материалами. Стройки все встанут, никто не будет покупать. И вместо того, что будут подтверждать эти цены, наоборот, начнут их повышать, потому что новые закупочные цены и так далее. Предпосылок для повышения никакого вообще нет, цены имею в виду. Значит, по поводу материалов, часть застройщиков у нас материалы эти делают самостоятельно на территории РФ, часть закупает откуда-то. Вот даже те, кто закупают, у кого ситуация плачевнее, они закупают, но ты же понимаешь, что это они закупают не на месяц вперед, а даже не на два. На многие месяцы вперед, а если это крупный застройщик, на года вперед. Поэтому в плане материалов эта история, ну, как бы не так страшна. Страшна, что будет, когда они закончатся, и как скоро они закончатся. И поэтому те застройщики, у которых какое-то из производства на территории РФ, естественно, будут в плюсе. Например, тот же самый Пик, если мы про него говорим, ну, самый крупный застройщик, невозможно здесь не упоминать. У него свое производство есть в Подмосковье. Это, ну, ни для кого, наверное, не секрет, что они разрабатывают специально части дома и везут на непосредственно объект. Да, это конструктор, который собирается просто на стройке. Вот, а производится все в Подмосковье. Вот, поэтому здесь, я думаю, будет меньше влияния, но все-таки оно будет, потому что нужно понимать, что любое производство, оно зависит от многих-многих факторов. Естественно, цены будут повышаться на материалы, но спроса как не было, так он, я не вижу ни одной предпосылки, чтобы он увеличился. Ну, вот ты в этой сфере крутишься не был, там уже слушка о том, что какой-то хочет обанкротиться, который сказал, что... По застройщикам нет, сейчас наоборот, сейчас вся маркетинговая компания, всех абсолютно застройщиков ориентирована на то, что у нас все хорошо, у нас все стабильно. То есть, минимум паники, то есть, эту панику, которая как-то там в зачатке начинает появляться, ее прям вот пытаются маркетинговым все это заглушить. Естественно, ничего там нестабильно, ничего там нехорошо, многие застройщики вообще не знают, что дальше делать. Вот, поэтому закрываться такой информацией, если даже она и есть, никто не скажет. Спрос упал очень сильно. Вот раньше у тебя телефон разрывался, сейчас не разрывается. И не только у тебя, потому что ты, ну, часть общей, большой, скажем так, команды. Вот вы между собой в любом случае как-то общаетесь там с одного агентства, с другого. Какие мысли, что люди рассказывают. Вот, например, если в автобизнесе менеджера сокращают, он еще там, некоторые думают, блин, пойду-ка я в недвижку риэлтору. У вас что говорят? Это не лучшее время, чтобы начинать заниматься недвижимостью, мягко говоря скажу. Значит, по поводу спроса на услугу в целом. Я тебе говорил, что спрос на продажу есть, спрос на покупку нулевой. И когда идет спрос на продажу, очень тяжело людям как-то с людьми коммуницировать и людям, давай прямо скажем, продавать свою услугу. Почему? Потому что, а спроса нет. Подпишешь ты с человеком договор, выйдешь ты в рекламу. Ну, дальше нужно просто давать человеку правильную информацию по рынку. То есть, здесь ценность главная в чем? В том, что есть понимание, что происходит с рынком вот каждый день. Я сразу людей всех ориентирую на то, что у вас в голове какие цифры у вас есть по квартире или там по другому объекту недвижимости. Скорее всего, будет сильно отличаться от того, что есть в реалии. Вот, это важный момент. Другой момент, что пик брокер, то, что мы с тобой обсуждали, это, ну, грубо говоря, агентство при пике. У них была очень сильная такая маркетинговая компания. Почему мы про него говорим? Это как пример одного из агентств. У него была очень сильная маркетинговая компания последние два года. Вот. Ну и, собственно говоря, штаб там сильно сокращается. Вот. Скорее всего, действительно, пик брокер, эта история ненадолго. Агентства, скорее всего, будут многие закрываться, потому что ты должен понимать, что когда большой очень спрос на услугу, людей очень много. Сейчас так же, как и в автобизнесе, как менеджеры сейчас сокращаются. Кто-то же остается работать. Здесь то же самое. Кто-то у нас останется работать. Останется работать тот, у кого большая клиентская база, наработанная годами уже. Вот. Начинать сейчас работать в этой сфере вот сейчас вообще нет, потому что сейчас очень сильно перенасыщен рынок. Эта услуга, а как бы пользы от нее стало меньше. На днях мне пишет человек, говорит, вот сейчас самое время открывать франшизу. Друзья, рассказываю вам, как есть. Франшиза заключается в том, что ты покупаешь агентство недвижимости, там, вывеску тебе дают, и пошел поехал. Я говорю, слушай, кому они нахрен сейчас нужны? Вот ты это, собственно, подтверждаешь, что спрос нулевой. Он высказывает следующую мысль. Ну, смотри, просадки недвижки были всегда. Мы предполагаем 6, ну ладно, 9 месяцев, короче, либо к концу года, либо к началу следующему. Пойдет, пойдет постепенно нарастание, и все станет хорошо. Что ты по этому поводу скажешь? Вот если сегодня человек сидит, думает, так, надо же какой-то бизнес, сказать, альтернативу. Почему бы там франшизочку не взять? Он рассказывал, что мы там за месяц уже 80 франшиз продали. То есть 80 агентств недвижимости открывается на каждом углу. Я скажу, что с некоторой частью соглашусь, с некоторой нет, то, что рынок недвижимости не впервые находится в такой ситуации. Спорно, потому что даже в момент пандемии спрос был. То есть люди звонили, интересовались объектом, но не ехали смотреть, потому что везде локдаун. Сняли локдаун, люди начали смотреть, рынок начал оживать. Здесь звонков нет. То есть нужно понимать именно самую главную проблему. Тупо нет звонков, тупо нет спроса. Это первый момент. Второй момент. Может ли возобновиться спрос? Да, может. Это, естественно, временная история. Я расскажу, наверное, даже, какие два момента могут рынок сильно реанимировать. Первый момент – это понижение ключевой ставки, что очень очевидно. И второй – это введение льготной ипотеки на вторичный сектор. Тогда да. Если нет ни первого, ни второго, эта вся ситуация растянется сильно. Нужно иметь в виду еще следующее. Похожая ситуация в рынке была. Это я уже по словам не мой опыт. Конец 90-х, начало нулевых, когда, в принципе, спроса тоже практически не было, у людей не было денег. Агентства недвижимости существовали. Частные маклеры на тот момент они называли, существовали. Значит, что они делали? Это альтернативные сделки. То есть, естественно, сейчас увеличится спрос на альтернативные сделки. Это мы продаем одно, покупаем взамен другое, и что-то мы наскребли, вот разница. В таком случае, значит, ценность услуги намного выше. Я могу сказать, что клиенты, которые приходят ко мне на продажу, они не понимают людей, которые приходят ко мне на покупку. Ну, якобы, а зачем? Зашел на сайт застройщика, купил и все. Те, кто приходят ко мне на покупку, не понимают, зачем я нужен при продаже. Ну, сфоткал квартиру, выставил рекламу, продал. Вот единственное, кто понимает ценность и покупки, и продажи, тот, кто с альтернативой приходит. Ну, я прогнозирую, что в ближайшее время, я думаю, что года даже, самая востребованная услуга будет альтернатива. Вот я от себя хочу просто добавить, что помимо понижения ключевой ставки, льготных ипотек, самое главное, чтобы была стабильность и хотя бы какая-то уверенность у людей, в первую очередь, в работе и в завтрашнем дне. Потому что у кого-то наверняка деньги-то есть, еще там скоплено, но он просто не понимает, сейчас залезет в ипотеку, а что будет, если завтра бизнес, как говорится, его схлопнулся, свое. Или ты наемный сотрудник, тебя уволили и все, а оплатить-то чем? Вот это вот, многих, конечно, останавливает. А альтернатива, конечно, здорово, когда у тебя есть, я не знаю, там, энная сумма, ты продал свою, добавил и вроде как-то расширился. Но это шикарно, это, конечно, да, в этом логика и есть. Но это меньшинство. Ну да. В основном спрос идет с помощью ипотеки. Какая-нибудь первая квартира, ну, просто у меня такой возрастной сегмент, наверное, то есть у меня самый популярный возраст моего клиента, это порядка 28 лет. Как правило, это ребята, которые покупают свое первое жилье, первую однушку, как правило, и в ипотеку. Итак, наша зарисовочка про эту локацию продолжается. Мы здесь уже 4 часа, вот вам и май. Меня аж трясет, холод просто собачий. За 4 часа, хотя я здесь уже не первый раз, вся картина стала ясна. Три раза уже приходили туристические группы, они заходят буквально на 3-5 минут, быстренько рассказали, пошли дальше. Вышел местный житель, явно недоволен, говорит, вы надоели здесь все ходить. Некоторые, говорит, выходят туда вот на газон, где качели, хотя казалось бы туда ходить можно. В общем, дядька говорит, ну вас нафиг, ходили бы лучше где-нибудь в другом месте. Так бы мы хотели двор закрыть, но власти Москвы говорят, место общественное, историческое, закрыться им не дают. Обратите внимание, что мы сейчас стоим. Все, что слышно в этом дворе, в первую очередь, это школа, да, что играют мимо проезжающие машины, только рабочая техника, либо с громким выхлопом. В целом, здесь действительно очень тихо, но пойдемте, я вам покажу, что происходит рядом, казалось бы, в двух минутах ходьбы. Мы выходим с вами из двора, просто представьте, что вы здесь живете. Куда мы попадаем? За моей спиной улица Причистенко. Здесь рядом находится еще и Остоженка, это в простонародье Золотая Миля. Про это я снимал отдельный сюжет в 2020 году. За первые сутки ролик набрал тогда 50 тысяч просмотров. Я думаю, ну и фиг с ним. А потом он перескочил за миллион. На сегодняшний день могу сказать одно, что снял бы интересней, но тем не менее ссылочку оставлю, кому интересно, посмотрите. Пойдемте, подойдем поближе. И вот здесь уже совсем другая картина с точки зрения шума от дороги. Хотя 60 км не более, но в силу того, что высотные дома, шум серьезный. И многие говорят, что как раз люди, которые покупают квартиры себе вот в этих дорогих домах, этому недовольны. Но опять же, шум от дороги плюс пыль здесь постоянно пролетают кортежи с мигалками. Если в течение дня здесь вообще пошататься, друзья, вот говорю, Москва, не Россия, особенно все, что находится внутри Садового кольца. Да, иной раз, когда идешь, такое ощущение бывает, что здесь одни, кругом, Мерседесы, Бентли, Роллс-Ройсы, Мазерати и так далее. Раз, дорогая, два, три, четыре. Просто делюсь с вами наблюдениями. Но в первую очередь делаю акцент на то, что вот она вам кардинальная разница. Два, две минуты ты во дворе, даже какой-то две, полторы минуты ты во дворе, тишина, спокойствие. Выходишь сюда, уже совсем другая картина. Важный и полезный вопрос, в первую очередь, конечно, для жителей Москвы и Московской области, которые живут в аренде. Рассказывают о том, что ну вот, пошла просадка по аренде. Отсюда хочу задать вопрос, так ли это и что делать людям, которые, допустим, живут в аренде, им вот рассказывать, что просадка пошла. Торговаться со своим арендосдателем или же искать другой вариант. Вот расскажи, что тут происходит. Давай просто один пример тебе расскажу, который очень наглядно покажет, что происходит. Если до всей этой ситуации за 40 тысяч рублей ты мог себе позволить однушку с очень плохим ремонтом, как правило, но близко к метро, то сейчас такой объект будет сдаваться примерно по стоимости в 30 тысяч рублей, а за 40 тысяч рублей будет сдаваться либо даже в новостройке, либо, если не в новостройке, то с очень хорошим ремонтом. Кроме того, тот объект, который стоил раньше 40, а теперь стоит 30, его сдать очень тяжело. То есть, если раньше срок реализации там был неделя-две-три максимум, то сейчас это может растянуться на месяцы. Поэтому рынок действительно просел. Кроме того, что спрос просел, увеличилось количество предложений. То есть, люди начали съезжать, и больше стало количество объявлений в рекламе. Поэтому конкуренция увеличилась, спрос понизился, и это, естественно, привело к понижению в цене. Если вы уже что-то арендуете, естественно, это очень хороший повод для торга. Так же, как и были хорошие поводы для торга во время пандемии. Значит, если собственник, так скажем, не переговоры способен, то имеет смысл действительно за те же самые деньги. Вы сейчас снимете намного более, даже класс другой сможете снять. Короче, можно переехать, потому что аренда жилья. Если вы не привязаны к месту, то, пожалуйста, поближе к работе, новое местечко, в те же деньги что-то покруче, либо даже сэкономить можно, взять что-то подешевле. Да, и обратите внимание еще, что те цены, которые указаны на площадках, с ними можно торговаться. Потому что сейчас спроса, повторюсь, и на аренду тоже около нуля. Поэтому собственники рады любому звонку и готовы будут договариваться. Когда на вторичке мы с тобой снимали ролики, и рынок был поднимающийся, нередко были ситуации аукциона. То есть, понимаешь, когда человек приходит посмотреть квартиру, она сегодня стоит 10, приходит за ним прям следующий человек и говорит, 10-100, давайте я забираю. То есть, не только скидок никто не делал практически, а еще и ценники задирали. Сейчас такого нет, есть такое понятие, как рынок покупателя, рынок продавца. А сейчас, конечно, рынок покупателя, падающий рынок. Ну, давай так, смотри, если, допустим, мы берем в рассмотрение, что квартира новая стоит 10 миллионов рублей, пусть это будет однокомнатная квартира внутри Москвы, на вторичном рынке. Кто-то сейчас сидит и думает, так, если сейчас это все падает, то я сейчас посижу, подожду и за 7 миллионов ее заберу. Вот вопрос, есть вообще какие-то предположения, насколько сильно это все может упасть? Нет, невозможно прогнозировать. Я скажу следующее, если у вас была какая-то цель, например, есть многие люди, которые в определенном доме смотрят, либо в определенном районе, обратите внимание, что, скорее всего, за последнее время предложений стало больше в вашем районе или в той локации, которую вы ищете. Поэтому, если есть какое-то предложение, которое вы долго искали, и вот оно сейчас появилось, я бы не стал рисковать и не ждал бы прям до самого опускания до дна. Я бы просто держал в голове этот объект и параллельно связывался бы с собственником на предмет понижения ценника. Короче, реально полезный сайт. Потому что некоторые ждут, ждут. Сам лично в такой ситуации был до этого, когда покупал квартиру, не ту, которую мы покупали, а предыдущую хотел. Год она висела в объявлении, постепенно-постепенно снижалась. И когда я такой, ну ладно, вот, я прихожу, а мне говорят, а все, год продать не могли, а вчера внесли за даток 50 тысяч, поэтому чао-пока. Я думаю, блин. И сразу стало очень сильно обидно. Вот лучше бы переплатил, чем была цена на 200-30 тысяч, но забрал. Была бы такая же двушка, как сейчас, но еще с плюс один балкон. Здесь на самом деле очень много деталей. И в силу того, что здесь обитают художники, много мест, которые сделаны для того, чтобы можно было сфотографироваться. Тем не менее, кто-то пришел, то ли макароны, то ли какие-то печеньки, ел, бросил и пошел дальше. Подсветка сделана. Многие отмечают, что здесь непередаваемая атмосфера по уюту. В вечернее время, вот в летом, когда включается подсветка. Рассказывали о том, что дворик здесь настолько дружный и уютный, что зачастую они здесь и шашлычки жарят, и какие-то гуляния такие устраивают. Но при этом не очень любят, когда сюда приходят толпы туристов. Друзья, пришел почтальон, занес квиточек и такой, знаешь, все, я пошел, а дверочку-то не закрыл. Соответственно, сейчас мы пообщаемся, еще зайдем, посмотрим, как подъездик выглядит. Одни плюсы. Расскажи, Дамир, что происходит с загородным жильем? Ты говорил, что вроде там участками начали интересоваться, еще что-то. Да, все, что дешевое, ну, относительно, конечно, там до 5-6 миллионов рублей. Московская область, по черту. Московская область, да. Там спрос какой-то есть. То есть это не такая большая сумма, люди понимают, что они не смогут себе купить какой-то очень ликвидный объект, условно там однушка студии и так далее. Но что-то с загородом, тем более сезонка сейчас. То есть где-то начиная с конца апреля, с мая, сезонка начинает работать на загородную недвижимость. Она длится, кстати, на всякий случай скажу, где-то до позднего октября. Потом рынок загородки, в принципе, стоит. Вот, сезонка действительно, имеется хоть какой-то спрос. То есть люди, которые продают земельные участки, либо продают какие-то, даже таунхаусы, если сможете за 5 миллионов найти таунхаус. И отдельные дома. Вот, в любом статусе земельном, ИЖС, ЛПХ, СНТ, не суть важна. Главное здесь цена. Вот, что-то недорогое, видят дач, либо домов для круглогодичного проживания, там хоть какой-то спрос есть. Мы сейчас говорим с тобой про земельные участки, вот, объекты недвижимости до 50 километров от МКАДа, до. И что-то дешевое. Вот смотри, такой вопрос. Вот рынок автомобилей, я приводил пример, упал примерно на 90-95%. Вот, плюс-минус по продажам. Рынок вторички за последние несколько месяцев, не вторички, а вообще недвижимости в целом, вот из 100% на сколько примерно упал? По цене? Нет, не по цене, а по спросу, по продаже. По спросу очень схожие цифры. Тоже 90-95%. Я не могу сказать, сколько это в процентах, но это очень схожие цифры. Сейчас, то есть, нужно понимание иметь, что нормальная продажа, если мы говорим про обычный рынок или поднимающийся рынок, неважно, нормальная продажа, это когда объявления смотрят, ну, в среднем человек 30-40 в день, человек хотя бы 5-10 добавляет его в избранное, и у тебя, ну, где-то один максимум, там, два звонка в день. И это превращается все где-то в среднем, ну, где-то либо каждый показ, каждый день показ происходит, либо через день. Это нормальное состояние рынка, это, значит, объект находится по хорошей стоимости, значит, ему интересуются, скорее всего, в течение месяца, как правило, мы такой срок закладываем на реализацию, объект продастся по хорошей стоимости. Ну, просмотров сейчас на сайте в день в среднем у объекта, который по хорошей цене находится, человек 8. Ну, это, короче, коллеги твои смотрят, короче, друзья. Это, наверное, мои клиенты, собственники смотрят, скорее. Хочу поюморить, значит, когда мы с ним в марте общались, вот, 8-го числа мы записывали, ты и твои коллеги все рассказывали, ребята, народу просто пипец, звонки, все были довольны. Цены хотели на услуги повышать, потому что, ну, блин, 100 звонков, а я один, а сейчас, я говорю, ты маленечко осунулся, подхуднул, нет? Нет, все нормально, в плане... Подскопил, подскопил, подушка имеется, так скажем. Короче, друзья, смотрите, поднезик приоткрытый, ты знаешь вообще, что это такое? Флигель. А, уже я его научил. Ну, вот флигель, как нам показала практика, вон то и то здание, я вам их вывел на экран, это пристроечка, на первом этаже, говорят, здесь есть квартира, и на втором, представь, что это моя. Пойдем посмотрим, просто зайдем, друзья, посмотрим, как выглядит подъезд. Здравствуйте, вы все хотите выйти и никак не можете? Видите, какие люди здесь культурные живут? Девушка хотела выйти, видишь, что мы снимаем, и даже не стала нам там мешать в съемке. Старые звоночки, все деревянное. Заходи, Виталь, Дамир, как агент по недвижимости, проходи, оценивай, как ты думаешь, если бы здесь была квартира, например, на первом этаже площадью, пусть 45 квадратов, вот с таким фонарем, по чем бы ее можно было бы здесь продать? Это самый дилетантский вопрос, который я слушаю, наверное, раз в 10 в день. Вот, как положено. По чем продаж квартиру? Или про чем продаж объект? Невозможно это сказать. И любой человек, который вам даже вилку какой-то скажет, это дилетант, потому что, ну, скажу прямыми словами, за слова надо отвечать, поэтому если я сейчас скажу какую-то цену, неважно какую, я могу ошибиться. Если я ошибусь в большую сторону или в меньшую сторону, будут последствия. А такой вопрос. Вот смотри, это прям историческое жилье, и как там люди рассказывают, здесь они в частной собственности объекта, то бишь, это реально у кого-то права. Если я сначала подумал, что, знаешь, ну, как городу принадлежит, там, временная аренда. Вообще есть люди, которые интересуются ни новостройка, ни вторичка из серии, там, в привычном виде, а вот что-то подобное купить. Приходят, обращаются, и серия, найдите мне квартиру, там, в старом особняке, еще что-то. Ну, это очень специфическая аудитория. Я скажу, что, я просто, ну, как бы, по классам распределю, эти объекты, которые вот мы сейчас стоим рядом, это не ликвидный объект. Это очень тяжело продавать. Потому что здесь, как бы, цена квадрата не позволяет опускаться ниже какой-то планки, а кто это будет покупать? Просто по таким же ценам сейчас можно купить объект в этой же локации, но в доме выше класса. Здесь вот реально можно снимать зарисовки для советских фильмов. Есть только вот еще двери. Не современные поставить, а старые. А так, конечно, необычно. Еще выход на крышу, на чердак. То есть пошел туда. В общем, не знаю. Мне 32 года, а интересуюсь я тем, что интересует людей лет в 50-60. Если вдруг кто-то из вас проживает в центральной части города, возможно, снимает квартиру, вы знаете хорошо локацию, местность, историю вашего дома. Возможно, ваша бабушка, дедушка живет, и им действительно есть что рассказать. Давайте снимем совместный интересный сюжет. Но это ведь так круто. Я понимаю прекрасно, что сказать, ба, приедет человек, будь снимать, расскажи, как твое детство здесь прошло. Да зачем мне это надо? Да зачем, да к чему? Вспомните просто сюжет. Мы снимали про высотку, одну из сталинских, на Котельнической набережной. Ну, шикарный, атмосферный сюжет. Многим понравилось. Все хотят глубже, детальнее, потому что вот именно здесь создается прямо вот действительно настоящий хороший контент. Поэтому, ребята, если кто-то хочет принять участие, вам есть что показать, рассказать, пишите. Я с превеликим удовольствием к вам приеду для того, чтобы мы могли заснять эти сюжеты. Итак, друзья, на дворе конец мая, 2022 год. Общий вывод по всей картине и от себя какие-то наблюдения, прогнозы, если готов сделать, что людям ждать, ну, как минимум, хотя бы на ближайшие 3 месяца. Если продаете, продавайте, потому что так дорого, как сейчас, не продадите, но готовьтесь к сложности. Потому что продажа сейчас это сложно. Если что-то думаете купить, присматривайтесь. Я бы, наверное, еще сделал паузу и подождал бы по поводу понижения рынка. Но проявляйте инициативу среди тех собственников, которые готовы к переговору. По поводу аренды мы уже сказали, что либо съезжайте, либо понижайте арендодателя в цене. По поводу ипотеки, наверное, здесь каких-то советов давать сложно. Если айтишники, то имеет смысл обращаться и начинать мониторить всю эту ситуацию где-то с середины июня, потому что к концу июня будет, скорее всего, подписано постановление об этой ипотеке. В принципе, наверное, все. Загородка, единственная, очень бюджетная загородка, единственный сегмент, в котором есть хоть какой-то спрос. Друзья, не добавить, не убавить. Если вы работаете в недвижимости, у вас колоссальный опыт и вам есть что сказать, вы не согласны с Дамиром, пишите развернутый комментарий, кто вы, сколько занимаетесь и дайте ваше видение по текущей ситуации. Вот таким у нас получился сюжет. Я надеюсь, вы услышали для себя полезную, актуальную информацию о рынке недвижимости. Но не забывайте о том, что все выводы исключительно делать только вам. Вас никто не призывает покупать, продавать. Думайте, размышляйте и принимайте решения. Наше время сюжета подходит к концу. Пришла уже моя группа и мне нужно им проводить экскурсию дальше. Поэтому подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение в комментариях, обязательно ставьте жирный лайк этому ролику. До новых встреч! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok